Ну вот, наверное, более актуальная тема, как улучшить свою судьбу и судьбу семьи в тяжелые периоды жизни страны. Это, наверное, более актуально. Ну как события вообще могут отразиться на характере близкого человека? Я вам объясню. Человек будет больше уставать, если тяжелая судьба идет. Человек будет больше нервничать, больше болеть близкий человек будет. Так действует страна на человека. Он будет больше уставать, больше нервничать, больше болеть, больше грустить, больше негативных эмоций и трудностей внутренних будет в его сердце находиться. И это преодолевается с помощью увеличения духовной жизни семьи. Означают три вещи. Аскезы, пожертвования, молитва. Когда вы это увеличиваете, вот то, это влияние страны начинает нейтрализоваться. И вообще уходить. Может быть так, что на фоне тяжелой ситуации в стране, в вашей семье все будет вообще прекрасно. Но с помощью силы, ежедневных усилий можно преодолевать влияние общей судьбы на вашу семью. Сначала человек создает спокойствие внутри себя. Первая стадия. Вторая стадия. Человек создает спокойствие внутри своей семьи. И только третья стадия на работе. На третьей стадии Бог дает ему нормальную работу на фоне разрухи в стране. Хотите, чтобы работа была нормальной? Три стадии. Первая стадия. Спокойствие внутри себя. Человек чувствует все нормально в моей жизни. Но каждый день усилия для этого нужны. Молитва. Усилие в молитве. Не понимаете, что это к молитве, тогда усилие в пожертвовании, к усилии в аскезе. Я вот когда в детстве у меня была такая ситуация, рассказываю, вспомню. У меня была тяжелая ситуация в личной жизни. В раннем детстве, там 12 лет. Отец постоянно пил, бил мать. Очень тяжелая ситуация в жизни. Но это, естественно, было дано для развития. Не то, что родители плохие, а я очень благодарен им за развитие. Вот честное слово. То есть это просто потрясающе, как мне Бог помог в этом во всем. Потому что когда Бог дает то, что ты можешь побеждать, это и есть милость. На самом деле. Он укрепляет человека. Я пробовал все, что угодно, чтобы жить нормальной жизнью. Я и так, и сяк, у меня ничего не получалось. И папу ругал, и маму ругал, и кого только не ругал, ничего не получается. Все плохо. И потом я начал как-то интуитивно, не понимая, зачем я это делаю, начал вставать под холодный душ. Просто постоял под холодным душем, оп, стало легче. Начал бегать в одних плапках, потом зимой босиком по снегу. Ну, то есть начал закаливаться. Это самое первое, что я понял, что мне помогает. Потом дальше я начал делать статические упражнения. Неподвижно сидел в какое-то положение тела. Тоже облегчение наступало. Потом дальше я начал поститься. То есть ограничивать себя в еде тоже помогало. То есть я начал совершать аскизы. Потом пришло время, где-то в 23 года где-то, когда уже я вышел из-под влияния родителей, я пробился на следующий этап развития внутреннего. Я начал желать всем счастья в сердце. И потом еще собирать людей вместе со всеми, желать всем счастья. Это помогало еще сильнее. Когда ты это делаешь, что все вокруг, вся атмосфера очищается, тогда начала меняться моя жизнь. Она пошла вверх, по-другому начала жить. Жизнь начала по-другому течь. И 28 лет я начал молиться. И тогда жизнь еще, новый скачок произошел в развитии. Что человек может, то и делает, понимаете? Просто начните с того, что можете, а потом все придет со временем. Но если человек ищет счастье во внешних действиях, развития в жизни никакого не будет. Нужно искать счастье во внутренних действиях. Причем у женщин все немножко по-другому. Например, аскеза для женщины — это служение близким. Заставлять себя заботиться ради Бога. Не ради того, чтобы они мне улыбались и любили меня. Просто ради Бога. Это женская аскеза. Пожертвование для женщины — это забота о людях вообще в целом, об обществе. Деревья сажать, кормить нищих, собачек, кошечек там вокруг. И молитва для женщины — это ходить в храм. Женщине очень трудно самой сосредоточиться. Но если она в атмосферу себя погружает, в какую-то молитвенную, там ей очень легко и хорошо развиваться духовно. Спасибо. 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 Спасибо.